девчонки и ребята всем привет кривая репортажистка не ваш пятница дожили сегодня вынуждена быть культурной а почему потому что перегрел себе блины микроволновки я так обычно руками честно прям взяла рукой пятерней до макнул сметанку и в рот а сейчас не получится они горячие внутри начинка горячая уф-уф-уф кофе с утра кофе время 6 12 сейчас уже честь нас на выбегать на работу я вчера девчата мягчего подкосил начало давление долбанул я вчера пошла с обеда домой я чувствую я сижу а в этом заказ срочно сложный платина а я в делать не могу я протяжу меня вот в сторону ведет и тошнит думаю ну все привет пенсия отпросил звучит не доделаю с утра все ногу одеваться перед клиентом извиняться объяснять ситуацию что мастер немножко приболел это лучше чем на породе испортить сметана сметана искусила по моему это марика купила 25 процентов посмотрим какая чё за сметана на вкус и вот такая пока линка чистое можно слазить за сметану вкусненько нормально этот завтрак по первым канал показывают смешной наверно лет 30 35 мужчина а он такой ведет видно знаешь такие танцы для пенсионеров взрослые люди танцуют типа аэробики какой-то для взрослых а на заднем фоне в красном ярком платье и белых чешках стоит женщина такая одна в красном платье другая желтым такие в возрасте и они тоже такие за спиной там танцы да кстати классные если люди в возрасте ходят на танцы лучше чем диване лежат однозначно малька это я буду старая тоже подходить на танцы я беру иди иди последние твои слова будут если ты пойдешь на танцы я не собираюсь на танцы а как контролировать вот кстати сейчас расскажу момент о контроле и расскажу момент что а где марик марик 6 утра я проснулся и уже не было без 56 я встала она арест поехала у нее сегодня в 4 20 она выехала по-моему 5 30 арест будет машина но это рабочий момент а расскажу про контроль там гороскоп по телеку идет гороскопе снимается одни и те же актеры ну как бы ситуации такие сценки разыгрывают зашли кажется лет уже 15-20 думаю хорошая работа постоянная никогда не будет дефицита в классике жанра сериал идет и идет так вчера в одной из групп вконтакте но почитывает женская группа там печатся это обменивается там своими информациями там рецепты про жизни все такое ну знаешь вот сама знаешь да как любят посиделки себя устраивать девчонки типа как важность тому что ваш телефоном ну смотрят либо и свободном доступе я писал что я не знаю как я к этому волшусь потому что никогда телефон не запаролен но верни как он есть пароль но мои домашние знают пару то есть этот пароль только от утери телефона как бы есть и есть но такой номинальный вот телефон всегда валяется вот прям вот подходи и спорить что у меня сколько раз было я никогда на это внимание зацикливал вот например у марики садится телефон да а и нужно срочно что-то вот найти какую-то информацию надо бери то же самое и я но у меня всегда заряжен я педант в этом плане вот я не раздолбай вот короче спор такой что типа того что вот если вы предоставляете девушка пишет если вы предоставляете доступ к своему телефону за что поверхностный человек а вы что-то не договорить не договариваете вы лжете практически вот так вашем месте вашей жизни нет глубины нет глубинного восприятия нет сокровенного нет ну короче все кто оставляет телефон на столе в открытом виде те поверхностные люди я думаю а чё это хочу это просто потому что мне нечего скрывать но в плане как не то что как сказать то скрывать нечего ну в общем жизнь гораздо более насыщенной чем телефон вот что у меня там кредиты банковские счета ипотека вот у меня там да так она закрыта но в плане как все все запароли на переписки переписки никаким не веду исключение конечно друзья родные там вообще как говорится не палевно никаких тайных сообществах и группах которые обсуждают мужиков чужие финансы моет кости кому-то я тоже не стою слишком мало времени я думаю себя не работала у нас не было ипотеки может я бы им как курица сидела бы на носите а тут ничего другая там пишет вот я за то чтобы телефон закрывать и запароливать даже от близких людей даже вот близко человек с которым живу потому что типа когда-то в каких-то предыдущих отношениях человек открыл телефону видно когда переписку что-то подумал за это произошел скандал они разошлись ну вот ответ он нашел переписку пикантную какую-то да не проглотил скажем так эту ситуацию и вы разошлись вот ответ почему у тебя телефон на пароле я думаю девчат что в такой ситуации виноват это не раздолбайство человек который не закрывает свой телефон от других да ну я имею ввиду лишь коллеги не полезут на работе в телефон да а домашние если человек с которым ты живешь лезет твой телефон и что там ищет и смотрит эта проблема не твоя эта проблема не твоя ты не должен в своем доме своем пространстве прятать что-то ну как бы это дико это глупо твой дом твоя крепость и территория доверия дом вот если человек лезет в телефон или технику там начать тебя проверять от проблем не твоя этого человека вот это полностью проблема этого человека что у человека в голове не ты свое выворачиваешь наизнанку а он твое пытается раскопать и копает возможно там что где не надо ну в плане не то что где не надо как как сказать где нет ничего на пустом месте мое мнение я просто как три рубля я ничего не прячу я наверно не был таких отношений как нужно было что-то прятать другая пишет а как же вот такой пример например финансов я не хочу чтобы другой человек там куда я трачу деньги типа контролирую контролировал мои расходы на что я потратил деньги я так думаю хочу за человек с которым ты живешь который контролирует твои расходы то есть два взрослых работающих человека да и что там где-то поела мороженое он смотрит и куда-то там не знаю трусы купила что-то там кстати я на это на вазберисе чего трусы заказа блогер неудобно об этом говорит там но мы же все трусы носки заказываем я чё-то думаю вчера симпатичные трусишки набор три штуки увидела думаю дай закажу 800 рублей три штуки не особо-то и дорого по нашим деньгам ну чё это вернемся к теме в общем финансовый контроль я не помню чтобы по поводу финансов я не помню чтобы мы контролировали вообще в принципе друг друга вот у нас бюджет и предположим абсолютно общий да есть вещи которые мы обговариваем это обговариваем знаешь почему чтобы не лохануться купить то есть мне нравится одно моряки нравится другое бывает так знаешь бывает я могу законючить вот но это чисто такое бабская женская могу из-за цвета законючить вот например мы выбираем эти шезлонги сейчас на юг да я хочу однотонное марико хочет какие-то пятнистые вот я либо говорю давай пестрые чтобы не очень было видно пятна грязь там мало ли что то вот это вот на этом резинте как покрытие до чтобы очень быстро загрязнялась это все не потому что я нерях там помыть не хочу одну чтобы всегда некрасивые были вот и когда не выгорать будут чтобы они выгорали как бы равномерно чтобы не портился вид вот из-за этого да вот я могу чисто вот поэтому да вот я могу заговняться так скажем и давай подожди отложим эту покупку под подождем другие либо вот другом месте купим вот так да какие-то мелкие расходы я абсолютно не контролирует то есть как бы вообще не проблема у нас же вот карты мы перекидываем с одной карты на другую я бывает свою даю марки карту она мне свою дает карту она мне говорит там скинь несколько то денег там ну грубо говоря там мне нужно так купить например шоколадку пристал приехать президент да и себе там поесть не взяла одна из дома еду да а сейчас еда дорогая надо рублей 500 минимум чтобы просто хочу перекусить ну грубо говоря какой-нибудь столовке там или в кафе взять тарелку супа и салатик в москве цены такие а так контроль за финансами да не не контролирую знаешь почему счастливый человек нет нужды контролировать то есть тут никто из нас не проматывает и я не проматываю деньги она тоже у нас на работе парень есть вот он запад получает нормально зарабатываем грех жаловаться господи спасибо за то что даешь может быть даже где-то я чувствую меня от бога и что-то все хорошее идет авансом то есть я должна за это кстати надо в церковь обязательно сходить давно на неделе несколько недель уже в церкви не было надо сходить поблагодарить очень приятные события у меня определенные такие личные случились я думаю что многие вещи нам бог авансом дает вот надо как-то как отблагодарить как сказать спасибо вести себя хорошо по законам божьим честно вести себя кодекс бога кодекс бога это просто нормальность это это вы помните как я говорила заповеди божий это вот кодекс нормальности вот надо нормально себя вести вот я так считаю чему я беру а ну парень то деньги проматывает короче получать зарплату через неделю подходит моя подружка он у меня не занимает то что он знает у меня внучка я много денег финансово туда у меня уходит на коммуналку мне все не перестает удивлять люди которые пишут там типа потому что ты там и в гости с пустыми руками к нучке едешь и не помогаешь ребят на мне много расходов уходит у меня я сейчас коммуналку ребятам оплачиваю в квартире в другую я сейчас бассейн оплачиваю какие-то вещи шмотки оплачиваем в кафешечке по выходным ходим конечно все это из моего кармана почему потому что но взять работает один жалко дочка в декрете сидит знаешь хоть чем-то хоть хоть чем-то посильно помочь а у нас же у меня у самой ипотека считай мы с марикой платим и тоже наша коммуналка расходы и за гараж заплати за бензин заплати в общем недвужильное еду надо покупать в конце концов вот реально мебель еще что-то понимаешь какие-то мелкие поломки что-то чинишь постоянно деньги текут и текут рекой то лекарства купишь то сопли пойдут то еще что знаешь вот так вот тоже тоже как бы не резиновая и возраст лучше вчера не ставить долбанулами от давления да это мы о чем говорим мы говорим о том что мы не роботы и что случится никто финансово вот только сами только сами никто не поможет никому никому помочь вот опять же обратно денег он меня не занимает парень с работом занимает и подружку 2 юрера пять дней проходит нету денег и грудинка под деньги деваешь но у детей нет у него мама жена он за ну это несущественно платит кредит за машину порядка 40 тысяч ну то есть как бы от зарплаты сколько там у него получается там 25 процентов это не что как бы вдвоем можно прожить и плюс мама пенсионерка она тоже как но на пенсию там скидывать в общий котел и все равно на еду то мне кажется даже в москве нормально раз и нету денег раз и нету уголь ты не знаю а как не знаю выходит смотри вот выходит он из дома до завтрак не взял поехал макдональдс то взял себе коктейли там пару булок хочу такой коктейли пару булок макдональдс а эти скажу на одного человека это минимум полторашка потому что мужик он ест будет здорово завтрак у него до работы и джина не приготовил звонит я не приготовила заезжает тот же макдональдс либо вот такой наш пиццу заказал пиццу заказал кока-колу взял мужем такой да еще полторашка ну да пожалуйста вот так их надо мне кажется финансово контролировать но и нужно такая же они вдвоем проматывают ни в коем случае не ради осуждения просто констатация факта его делом кошелек его дело абсолютно пожалуй побухтела опять но вернемся к прекрасному посмотрел у меня на зиму ничего нету как на зиму ничего нет надо на осень какие-то брючки купить на зиму пару джинсиков купить у меня осталось что-то наш хорошо кушаю уже видите короче мне осталось худеть не не собираюсь остались одни джинсы и 2 2 теплых спортивных таких штанов от к ну костюм спортивные такие тепленькие красивые яркие я в них на работу хожу какая благодать что можно на работе переодеваться и ты идешь в этом спортивном костюме в ярком у меня оранжевый есть и фиолетовый костюм спортивный я вот одеваю этот костюм и теплый длинный пуховик ярко-синего такого цвета еще по богатым временам куплены три года назад за хорошие деньги очень красивый прихожу переодевать вот хочу пару джинсиков купить каких-нибудь знаешь какие-нибудь типа шароварчики я хочу чтобы внизу были на резинке чтобы знаешь вот когда я ботинка хожу на зимние ботинки чтобы снег не залетал потому что сама знаешь если ты хочешь ботинка в зимних все все прям вот можно зачерпнуть ботинком снег это это такое ощущение неприятное на щиколотках вот хочу себе джинсы на резиночке взять внизу у нас есть вот это вот jp магазина в центре москвы групп гроб гроб вот и там такие джинсики о прошлом году себе покупала черненькие вот хочу ну да на смену какие-нибудь темно-синие может даже голубые не знаю посмотрим у нас москвы грязно зимы нормально нету снежно а если зима снежная убирают хорошо москву около 90 пространство маленькой на что дороге были чистые что машины проезжали налогоплательщики будут возмущаться налоги у нас высокие вот реагентами сыпят всяким вот эти вот эти вот этой химии сыпет у нас все дороги снег весь коричневый и от этого очень портится обувь и брюки внизу джинс вот они все заляпаны не всегда стирается масло жирная машина короче надо что-то такое вот в субботу значит с дочкой поедем я не знаю каким образом наверно такси потому что марика поедет к своему в армию увольнение ему дали больничество вот поедет к нему кормить его хотя он говорит и кормит хорошо но нет знаешь такого нету там должен какой-то соленький огурчик маринованный хочется да пацану там конфетки они почему не скучают скучают только по сладкому конфет хочет вот конфеты может быть наш вредно там чипсиков вот что-то вот ну что на гражданке ел такое иногда пицца может быть хочется вот марика на два дня уезжает а поеду к своим субботу мы поедем мы пойдем бассейн нас два часа бассейн а потом после бассейна наверно съездим в центре вот у нас в центре большой магазин раньше он вавилон назывался сейчас европолис на проспекте мира огромный кто знает это прямо-то огромный один раз это дочка в машину они потеряли на парковке не запомнили номер а там же блин там эта парковка километра 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 вот так кругами ходить вокруг торгового центра но нашли нормально вот очень болтаю 630 мне уже пора на работу посмотрела на время сейчас просто новости пошли там такая к заставка на новостях по телеку вот и че я говорил то в общем короче мне надо будет посмотреть что-нибудь на зиму такие вот моменты как раз сегодня будет зарплатка а что я планирую нам надо транспондер транспондер 45000 маленьком где-то видел на каком-то сайте официально роз автодор что ли но вот идет наши почему раньше не был необходимости сейчас решили взять транспондер потому что будем ездить чаще на что и домой чаще будем в крым ездить соответственно транспондер нужен мы раньше по бесплатным дорогам ездили носом водили смотрели маленькие городки а когда уже тридцать четвертый раз едешь практически по одной и той же дороге бесплатной но поднимать тем же местам уже примелькивается и уже думаешь ладно поеду по платнику бетонное ограждение как там знаешь да чтобы не дай бог с платника никто не свернул или никто не залез на платник так чуть ли не колючей проволокой вдоль этой дороги чтобы а вдруг ты не заплатишь 3 3 рубля вот эти вот сейчас дорогие платные дороги до крыма я не знаю сколько мне кажется тысяч четыре стоит доехать дорожать чуть ли не каждый месяц надо смотреть как чё по ценам там еще знаешь когда едешь мы-то ездим в будня если выходные еще дороже получается там какой-то тариф знаешь такой хитрый вот транспондер надо купить надо купить два шезлонга все мы знаешь в колебаниях а мы знаешь как решили после 10 августа как раз и купите шезлонги почему потому что она просто политика на marketplace ах будет дешеветь летние летний товар который спросом летом пользуются это может кому-то пригодится на заметку это каждый знает что все что летние она дешевеет к зиме ближе ну и наоборот то что зимние к лету и вот короче мы хотим это фезлонги пару осенних вещей себе хочу купить какие-то такие траты вроде чуть-чуть чуть-чуть а получится еще сковородки даже купил меня от сковородки туда для индукционной плиты я еще не купил вот хочу купить так ну вот такие вот дела и новости вот будем дальше жить вот сейчас бегу на работу хватит болтать а то опоздаю сегодня москве вот я смотрю плюс 21 и дожди комфортная температура для того чтобы доехать на работу но дожди как-то не хочется до дождей все девчата ребят всем пока кривый репортаж был с вами кстати youtube у меня вчера вообще не открылся загрузка висит этот кружочек загрузки загружает загружается думаю хоть просто посмотреть комментарий почитать ну блин в личном кабинете я вижу комментарии читаю но например даже собственное видео и открыть не могу она загружена на его открыть не могу вот и у меня под вопросами я думаю вообще грузить или чего-нибудь на youtube если в этом смысл какой-то с вами был кривой репортаж искренне ваш увидимся услышимся хорошей пятницы не болейте все пока